Отрицательные местоимения выражают отсутствие предмета или признака. Если в предложении, предсказуемом, есть частица «не», то отрицательное местоимение «сни» усиливает смысл всего предложения. Например, «никто не любит жестоких людей». Они образуются от вопросительных местоимений при помощи приставок «ни», «никто», «ничто», «никакой», «ничей» и «не», «некого», «нечего». Написание слов «некого» и «нечего» не вызывает вопросов. Приставки являются ударными, в них мы пишем букву «е». В местоимениях «никто», «ничто», «никакой», «ничей» приставки безударны. Необходимо запомнить, что в таких случаях в приставках отрицательных местоимений всегда пишется буква «и», если приставка находится под ударением, то пишем «е». Приставки пишутся слитно, если отрицательные местоимения употреблены без предлога. «Ничто», «некого», «никакой». Если есть предлог, то оно пишется в три слова «ни о чем», «не с кем», «ни с какой стороны». Посмотрите, как пишутся, например, местоимения «некого» и «ничто» в творительном падеже с предлогом в следующих предложениях. «Мне не с кем пойти в музей», «охотник вернулся домой ни с чем». Они написаны в три слова. Сравните. «Не было никого», «не был ни у кого», «некем заменить», «не с кем передать». «Никакие трудности не страшили его», «ни на какие уступки он не пойдет». Отрицательные местоимения склоняются так же, как и вопросительные, от которых они образованы. Обратите внимание на то, что слова «некого» и «нечего» не имеют формы именительного падежа.